Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джун Клюкер и Грибабас. Каляйка, у тебя не слышно. Каляйка. Каляйка. Мы, короче, выбрались в Сарапул из деревни. У нас тут прогулка по магазинам. Ну, что интересно, мы тут будем снимать, покажем. Это, так сказать, такой блок вылазка в город Сарапул. Сарапулу уже более 200 лет. Я точно сейчас не знаю, сколько Сарапулу вид. Нужно будет у прохожих потом спросить. Потом спросим, узнаем. А, мы вот сейчас увидели мясное подворье какое-то там. Сейчас колбасу будем посмотреть. Кошечка рядом с колбаской. Умненькая киса. Опа, снижение цен на хлеб. Ага. Вот написано. Эту картинку я уже забыл с далекого детства, когда я еще жил в СССР. А тут, смотрите, такая же картинка. Вот в магазинах СССР вот такие картинки были. Наверное, в каждом магазине. Что, где, какое мясо. Вот тут все написано. Купили в этом магазине фарша. Ой, сейчас не упадет. А, вот этот фарш любительский. Я сейчас общую цену скажу. Вот 500 грамм. И такой свиной фарш. Все получилось на 179 рублей. Килограмм получился фарша. Будем котлетки делать. Дожденько идут дожди. Сейчас вот тоже начал накрапывать. Не так слабенько дождь. Сейчас вроде погодка. Может быть, не попадем под сильный дождь. Сюда сейчас зайдем. Строительные материалы. Халяйка ушла там. С родственницей они пошли сами по магазинам. А мы с Грибобасом остались. Я просто хочу зрителям показать. Вот сейчас вот внизу тут рынок. Да, мы спускаемся. И там как бы получается вниз вот яма, да. А вот видно вот там на горизонте лес. Как бы получается. Вот тут получается вниз все уходит. Вот видишь Грибобас? Ну, а там вот лес. Ну, просто я ландшафт объясняю зрителям. Там кафешка была. Ну, сейчас ладно, потом может какую-то другую. Ты хочешь, Грибобас, пострелять в тире? А? В тире пострелять. Хочу. Я давно не стрелял у тебя. Тир там есть. О, что такое такое стоит? Ну, это типа пожарная башня, наверное. А-а-а. Ты про эту вот, эту башню или про что-то? Да, башню, башню. Мой брат сказал, что тут в Сарапуле, оказывается, самый первый самолет в России сделали. А мама мне сказала, что тут был, ну, это купеческий город в России был, и это в те царские времена здесь было 33 церкви. И длина же там, да? Сейчас где-то около пяти церквей сейчас здесь. Ну, да, где-то пять. Возможно, будем обзор их делать, этих церквей. Да, а тир, кстати, по-другому стоял. Сейчас его переставили, да? Переставили, да? Да, да. Ну, ты-то не помнишь. Или так он стоял, что-то я забыл уже. Нет, так стоял вроде бы. Вот мясной павильон. С одного выстрела из три рубля. Гриббастый, будешь куда стрелять? Ну, прям... Вот, 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 там две утки, видишь? Ты же уток любишь? Вот посередине они прям. Вот, это в саму утку надо попасть, да? Да. Ну, давай, Гриббастый. Покажи. Что-то как-то она зашевелилась, да? Потому что пуля 20 центов перекошетилась. Рычаг на месте сразу стоит. Сейчас, сейчас, что-то вставлю. Сначала рычаг нужно стоит. А, да? Да. Иначе, досылатель не закроет. Понятно. Ты в какую, в правую, в левую стреляешь? В правую. Ну, там она большая. О, попал, молодец. О, как снайпер. Да, это, Саш, не снайпер, она же здоровая. Снайпера, если ты в эту, в кругляшочек попадешь, тогда ты будешь снайпером. Вот мелкие мишени. О, да, он показывает. Ну, сейчас он пусть утку, третий выстрел, да? У тебя сколько, 10, да? У вас, я что-то не знаю. Ну, как-то мне это. Так, пулю привел поставить. Пуля в столу на перекосе. А, прямо вставляй. Заду наперед поставить. А мне можно из пистолета сразу же пулять, да, без всяких этих? Нажимаешь только на курок, да? Да, да. А я себе взял 5 пулек из пистолета, шарики. Потом, говорю, у вас будешь меня снимать. Хорошо, попытаюсь. Засылать, закрывать все детское вот так. Понятно. Так, теперь влево сняли, Дик. Давай, давай. Молодец. Теперь какую-нибудь поменьше мишень выбери. Поменьше, да? Вон, вот морковку, морковку. Видишь морковку? Где верблюд и морковка справа. Вот куда ты стрелял, а она вот сейчас покажет тебе. Вот она. Вижу, вижу, ага. Так. Аня, тут не было. Ты будешь великим зайцем. Чао. Я хочу. Так, в морковку сейчас. В морковку давай. Ох ты, надо же. Тогда меньше давай цель какую-нибудь. Это у тебя, подожди, какой четвертый выстрел, да? Да. Только ровно пульки вставляй. Так, а теперь куда? На второй полке яблоки. Вторая снизу. Это где это? Вот это, подожди, мылоко я. Ну, сама в море, конечно. А че ты не видишь, что ли? Не вижу, я такой не попадал. Да попадем. Что ты так говоришь? Я же не знаю про такой дебрадак. Давай, давай. Попытаюсь, ладно, сейчас. Ты в какую яблоко-то будешь стыд? В правую. В правую, да? О, видишь, как ты? Поговоришь. Не попаду, не попаду, да? Ты же был пулеметчиком в армии, да? Нет. Как нет? Пулеметчиком не было. В самолете кем ты был? А там, в эсерфебаре совсем другая штука. Ну, ты ж у тебя пулемет был. Там, да, там все эти пушки почти метра. Вот они, там они пуляли, конечно. Так, займайся, стреляй в левую. О, она, кстати, знаешь, слева прошла, я видел, прям, знаешь. Как бы так, ну, пошевелилась, да. Почти вот. Ты ее как бы задел так, следоваться, слева. Так, давай, слева. Ну, ты опять в нее стреляешь, да? Да. Ох ты, молодец. Я что-то сбился со счета, и сколько у тебя осталось пулик-то? Три штуки. Три штуки, да? Давай банку какую-нибудь железную, чтобы звук был какой-нибудь. О, кока-кола, вот где этот. А где? Котик вот этот. Ага. Ну, вот эту давай, ладно. Давай. Ее полегче будет внизу. Мне желательно в горловину установить. В горловину, да. О, как снятор уже пошел. Да ты смотри, ты один раз вроде только промазал, да? Радко промазал, я не попадаю хорошо, да, отлично. Молодец. Ой, опять слева мне-то. Это поспешил я. Угу. Так, теперь куда? Ну, убирай сам уже, мишень. Тут вот плохо, что самолетика нету. Так бы попал, и в самолетик бы на тебя бы полетел. На меня бы, да? Да, да, да. Так, корову смотрим. О, что-то корову ты промазал, большая же мишень. Промазал. Так, последний патрон не остался. Давай вот этот слева коровы, вот эта такая там ягода такая. Да, ягода. Это где-то? Вот корова и слева. Ага. Так, последний патрон. Молодец. Случил, да? Вот эту кнопочку утопить, да? Да, чтобы курок нажал сюда. Все, да. Все, сейчас можно стрелять друг за другом пылью. Так. Я вот в этом, в дельфина розового. Видишь, нет приближения. Ага, давай. Понял, да? В каком? Угу. Понял, я не знаю. Сейчас, подожди. Чё, куда? Попал. Только не в эту мишень, да? Нет, другую. Ну, попал. Угу. Потому что при выстреле рука напрягается и ствол уходит вправо. Потому что ствол держится в правой руке пистолет. Как? На курок правой рукой жмете. Ну, ну. Когда жмете, рука напрягается и ствол поворачивается. То есть пистолетом стрелять нужно, нужна тренировка. А, блядь. Спасибо. Угу. Ты что, дельфина все снимаешь, да? Да. Так, что-то последний, наверное, выстрел. Рудку, что ли? Все, да? Погоди. Не считал, да? Давай. Включил, да? Угу. А вот совмещать вот это и это и в мишени, чтобы посерединке было, да? Да, чтобы мушка была вот эта вот на мишени. А немножко вот болтается. Он нормальный? Сейчас он стоит нормальный. Нормальный, да? Это специально так. Да. Я думаю, как это трубит. Немного это непонятно. С пистолета надо, короче, тренироваться, стрелять, труднее стрелять. Угу. Видите, друзья, стреля лечим, между прочим. Да, винтовка, она же длинная. Да. И удерживается. И в плечо упор, и уже двумя руками, и уже здесь, и стреляешь. Первый раз это я как бы промазал, но попал в какую-то там мишень, да? Какой-то, ну, это случайность. Ага. Так что я молоко все. Да. Я плохой стрелок. А я хороший, я только одну промазал, а то мне все попал. Я признаю это. А я попал все. Да. Одну пробую только. А у вас пальчик, подождите. Вот она. Видно нас, да? Угу. А ты встань, встань туда. Ха-ха-ха. Все, спасибо. Спасибо тебе. Спасибо большое. Дорогие зрители, мы уже находимся в деревне. Съемки особо не удались, потому что с сумками, вот, грибобазовыми сумками, я тут две сумки в руке, да еще камера, еще дождь пошел. Еще дождь пошел. Сейчас, ты попытаюсь еще себя показать. Попытайся. Спасибо за внимание, всего доброго, приятного отдыха в отпуске. Ха-ха.